Добрый день! Что вы на уроках французского языка, который подлинно, как и следовало бы, начинается с чтения правильной звуки, это залог настоящего французского. Вначале упомяну о том, что курс реальный французский, еще раз, длится по пять минут за каждый урок, в рамках которых мы с вами совместно рассматриваем основные наибольшие сложности звуков французского языка. Делаем это на примере упражнений поповой-казаковой. В любом случае мы оттачиваем с вами гласные, повторяя их несколько раз. Вы слушаете эти пять минут и делаете повторение одновременно со мной. Мы повторяете и после, и слушая, возможно, этот пятиминутный аудио-выпуск уроков несколько раз. Так, чтобы ваши звуки максимально соответствовали тому, что вы услышите. Следите за тем, как вы повторяете, слушайте себя и, возможно, в качестве необходимой методической рекомендации скажу, что попробуйте записать себя и дать сравнить вашим друзьям или кому-нибудь, кто тоже интересовался или хоть чуть-чуть знает французский язык, как это звучит. Или просто человеку со стороны, чтобы он попробовал сказать вам, похоже или не похоже. Проверяйте себя, разрабатывайте ваши уши. Этим мы займемся в самом начале, потому что, еще раз напомню, разница между русским языком и нашей русской фонетикой, звуками и французским языком огромна. Итак, больше лишних слов не будет. Упражнение в чтении. Сегодня, в первую очередь, мы обратим внимание на семь строк, в каждой из которых, еще раз, будут мягкие, но звонкие французские согласные. С другой стороны, будут гласные, которые будут представлены по-разному. Я прокомментирую отдельно после каждой строчки. На всякий случай, еще раз упомяну о том, что упражнение находится на страничке второго урока, страница 33. Здесь я еще раз обращаю внимание на звонкость конечных согласных. Послушайте, пожалуйста, это наиболее популярная ошибка при изучении французского языка. Никто практически никогда из преподавателей не делает на этом акцента, потому что это не затрудняет речь. Это не затрудняет речь, потому что они делают звуки неправильными. Но это затрудняет в последующем восприятие, потому что французы всегда чеканят свои согласные, будто бы даже наши глухие «т-к» у них сонорные по-французски. Помните, что наш язычок – кончик языка, когда он отсталкивается с верхним нём, мы, я не верю, сами с зубами, он отскакивает. «Т» получается. По поводу согласных «м», которые в русском языке сами по себе являются сонорными. Эти согласные, звучащие согласные, нуждаются в том, чтобы, когда вы их произносили, губы делали сильный щелчок. То есть они делали «п», «п», будто бы вы говорите «п», но не заплёвывая микрофон, мы говорим «м», «п», отталкиваясь губами так, чтобы они расходились в разные стороны, будто бы заряженная пружина, которую долго-долго-долго сжимали. Когда она, наконец, получила свободу, она рожала с большой силой, и тогда каждая буква звучит отрывисто, очень отрывисто. «М», «п». Именно таким образом звучат буквы. «М», «п». Я говорю именно про эти в этой строчке. По поводу «р» еще раз. «Р» не обязательно должна быть идеальной. Главное, чтобы вы успели почувствовать, что задняя часть вашего языка вибрирует с верхней частью вашего нёба. Вторая строчка. «Т» на конце не читаем. «ЛАСЕ», «КАДЕ», «ВЕРСЕ», «КАБАРЕ», «КАРНЕ», «БАЛЕ». Вы успеваете? Тогда еще раз. На конце не читаем «Т» и этот звук «И». Это не «Э» и это не «Е». Я не читаю «ЛАСЕ», я не читаю «ЛАСЕ». Я читаю «ЛАСЕ». Это нечто среднее между «Э» и «И». Получается. «ЛАСЕ», «КАДЕ», «ВЕРСЕ», «КАБАРЕ», «КАРНЕ», «БАЛЕ». Далее. Третья строчка. И о том же самом, о чем раньше. Но в сочетании. Здесь, помимо вышеуказанных согласных ранее, мы добавим еще звуки «М» и «Н». Что же у нас получится? «ФЭТ», «ТЭТ», «БЭТ», «КРЕТ», «КРЕП», «МЭМ», «РЕН», «ПЕН», «РЭВ», «БРЭМ». Таким образом, согласные будут звучать звонко, как будто бы это звонкие сонорные русские согласные. «ФЭТ», «ТА», 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 «ТА». Попробуйте сделать так, чтобы у вас на конце этой согласной появилось гласное, если у вас не получается, и звучит какое-то шипение. Не должно быть «С», не должно быть «ФЭТ», «С» и «ФЭТ». «ФЭТ», «ФЭТ» — это неправильно. «ФЭТ», «ТЭТ», «ТА». Это единственный правильный вариант. Дальше. Четвертая строчка. «КЛЕР», «ПЕР», «МЭР», «ФЭР», «СОЛЕР», «БЕЖ», «НЕЖ», «БАЛЕН». На конце в данном случае мы слышим то же самое, упомянули лишь о том, что звуки «АИ» делают дифтон гласных «Э». «КЛЕР», «ПЕР», «МЭР», «ФЭР», «СОЛЕР», «БЕЖ», «НЕЖ», «БАЛЕН». Сделайте ваши звуки «Ж» мягкими, но чтобы они не были такими «Ж», «БЕЖ». Это не «БЕЖ», и это не «БЕЖ». Это не «БЕЖ» и не «БЕЖ». Звуки «Ж» должны быть в средней мягкости, но они звонкие. В то же время как «ЭЭЮ», «И» считается как «И». То же самое, кстати, как и выше. В слове «ЛАСЕ», «КЕДЕ», «ВЕРСЕ» второй строчки. Еще раз. «КЛЕР», «ПЕР», «МЭР», «ФЭР», «СОЛЕР», «БЕЖ», «НЕЖ», «БАЛЕН». Пятая строчка. «СЯЖ» читается как «Ш», «Э» на конце слов французских, как мы уже знаем, не читается. Поехали. «ШАРТ», «ШАРМ», «ШАРЖ», «ШАРАД», «ПАНАШ», «АПАШ», «ПЕШ», «ВАШЕР», «КАШЕТ», «СЯШЕ», «КАШЕ». Я действительно сознательно утрирую многие из согласных на конце для того, чтобы вот этим, так называемым, юродством звуков выработать правильный. Вы тоже, кстати, делаете то же самое. В дальнейшем в речи это все ассимилируется, как бы они сойдутся согласные в более нормальное такое уравновешенное состояние, и вы будете произносить правильно заранее, сразу, приступая к французскому, не сделайте неправильного звуков. Отточите, верно. «ТАШ», «ВАШ», «ШАРТ», «ШАРМ», «Отскакивая губами», «М», «ШАРЖ», «ШАРАД», «ПАНАШ», «АПАШ», «ПЕШ», «ВАШЕР», «КАШЕТ», «СЯШЕ», «КАШЕ». Мягкая «К», она не «КАШЕ», и не «КАШЕ», это не «КАШЕ», и не «КАШЕ», это «КАШЕ», «Мягкая «К», «КАШЕ». Шестая строчка, «САЛ», «Мягкая «Л», «САЛ», «ЭЗ», «ЭЗ», «АИ» читается как «Э», «АЭС» между двумя гласных, всегда читается между двумя гласных звука, читается как «З», «ЭЗ», «ЭЗ», «ЭЗ». САРП. Обратите внимание, что в некоторых прочитанных только что словах я читаю иногда С, а иногда З по указанным чуть ранее причинам. Проговорите со мной. САЛ, ЭЗ, СКАЛП, НАЗАЛ, САВАТ, АВЕРС, БРЕЗ, ФРЕЗ, ПРЕЗ, ПРЕЗ, ПАРЕЗ, КАЗЕРН, АДРЕЗ, САРП. Ну и заключительная строчка на нашем сегодняшнем уроке. Седьмая. Благословенная. Как многие сказали, были бы я число семь. ЖЕРБ, ЖЕН, БЕРЖ, ГРЕЛ, СЕРЖ, МАРЖ, ГАЛЕР, ШАРЖ, НАРЖЕЛ. Давайте разделим эту часть седьмого пункта на две. Получается, что мы читаем ЖЕРБ. У нас звук Э. И, как я напоминаю, она читается как Ж, потому что после этой буквы идет Э. Если бы шла И, И, читалось бы так же. Если бы этих букв не было, читалось бы как Г, было бы ГЕРБ. Такого нет. Есть ЖЕРБ. Кстати, значит, не ГЕРБ, а ТРАВА. ЖЕН, БЕРЖ, ГРЕЛ, СЕРЖ, МАРЖ, ГЕЛЕР, ШАРЖ, МАРЖЕЛ. Да. Еще раз. Обратите, пожалуйста, внимание на действительно необходимую мощную, то есть ритмичную и динамическую артикуляцию. Если еще раз есть возможность заглянуть дома после аудиопрослушивания на YouTube, посмотрите, пожалуйста, как сильно в разных ситуациях при использовании обычном повседневном французском у французов звучит речь и как сильно артикулируются звуки. И у меня, в частности, на роликах YouTube, которые называются реальные французские. Последняя часть. БЕРЖЕР, БАГАТЕЛ, СЕРВАЖ, ГРЕСС, ПАРАЖ, САЖЕСС, ГРАП, РАЖ. Я делаю АКЦЕН ГРАВ. Это та самая буква Е по-русски, которая звучит со странным значком, идущий, если вы смотрите в учебник с левого верхнего угла, в правый нижний, получается БЕРЖЕР, опускаю через вниз, БАГАТЕЛЬ, мерка Г, БАГАТЕЛЬ, СЕРВАЖ, ГРЕСС, делаю не ГРЕСС и не ГРИСС, а ГРЕСС, опускаю через вниз и отрабатываю ГРЕСС, так звучит по-французски акцент ГРАВ, ПАРАЖ, САЖЕСС, ГРАП, РАЖ. Теперь еще раз о том, о чем обещали, как раз эти самые буквы Е в разных форматах. Те значки, которые мы привыкли называть сверху Е акцент ЭГУ, то есть острый акцент, или Е акцент ГРАВ, называются диакритическими. Буква Е наиболее часто получает их над собой в письме французском, получается. Е акцент ГРАВ читается как Э, Е акцент АГУ читается как Э, Е акцент СИРКОНФЛЕКС, крышечка читается как Э, то же самое, будто бы это акцент ГРАВ, и есть еще Е трейма, которой здесь не было, мы к ней вернемся позже, это две точечки над Е, как слово РЖДЕСТВО, НОВЕЛЬ. Надеюсь, что к РЖДЕСТВО мы точно будем уже говорить по-французски, ну или, во всяком случае, к ближайшему, к следующему, чего хочется пожелать, попрошу вас с вами до третьего урока, учите французский. Au revoir, mes amis! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова